Спортивно-культурный кластер появится в Люберцах на месте стадиона «Торпеда». О том, как он будет выглядеть, обсудили во время рабочей встречи глава городского округа Владимир Ружицкий и куратор ЦУР Люберец, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терешков. Все подробности далее. Реконструкция начнется со строительства пристройки хореографической школы к Люберецкому дворцу культуры. Его возведение началось несколько лет назад. Был даже залит фундамент, но из-за пандемии проект пришлось заморозить. Во время рабочей встречи куратора ЦУР Люберец, министра физической культуры и спорта Романа Терешкова с главой городского округа Владимиром Ружицким принято решение возобновить работы. Сейчас мы посмотрим место вкладок. Вот это да! Куда более масштабные работы ожидается на стадионе «Торпеда». Футбольное поле развернут на 90 градусов. Вместо натурального газона будет искусственное покрытие с подогревом. Рядом построят площадки для волейбола, баскетбола и силовых видов спорта. Мы планировали где-то отсюда, на ту сторону, в сторону южной, сделать мостик. И тогда будет... Собещание. Да. Тогда мы садим ту сторону. Это будет просто красота. Создать на ограниченном пространстве культурно-спортивный кластер – задача непростая. К тому же нужны крупные финансовые вливания. Только на пристройку хореографической школы и капитальный ремонт ДК потребуется около 600 миллионов рублей. Если говорить о спортивном крыле, это еще 800 миллионов. То есть это полтора миллиарда. Это 3-4 года. Если сейчас мы договоримся, концепцию утвердим, то постараемся поставить деньги на проектирование на 2022-2023 год. И уже с 2023 года приступить к реконструкции и пристройке хореографической школы. Ну и, соответственно, уже посмотреть 24-25 – это центральный стадион. В том, что в центре Люберец нужна новая точка притяжения горожан, уверен и депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. Поэтому со своей стороны будет продвигать проект на региональном уровне. Любой проект продвигать очень сложно. Но когда у нас есть такая поддержка сейчас в лице министра спорта, в будущем, надеюсь, эта поддержка не иссякнет. Я думаю, что здесь центр спорта обязательно будет. Реконструкция будет вестись за счет совместного финансирования муниципального и регионального бюджетов. Не исключено и участие в реализации проекта инвесторов. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.